В начале было слово. И слово это было совместный проект цифровое наследие. Два человека, мужчина и женщина, представители гуманитарной и технической кафедры, захотели. Во-первых, выяснить, насколько чистые гуманитарии могут быть адаптированы в те великолепные информационные сервисы, которыми обладает наш университет. Во-вторых, представить результат проекта в виде продукта, который бы использовался в учебных целях как студентами, так и преподавателями. И главное, доказать, что наши студенты креативны, быстро адаптируются к новым технологиям и способны оставлять то, что современная педагогика называет цифровым наследием студента. Далее комментировать презентацию будут сами участники проекта. Уделите им немного времени. Как проходила практика у студентов кафедры перевода Национального технического университета Днепровская политехника? Или что такое цифровое наследие студента? Летом 2018-го мы, студентки кафедры перевода, пришли на практику на кафедру безопасности информации и телекоммуникации. Нам предложили три варианта развития событий. Первый. Практика в обычном режиме с последующим сохранением работ на платформе OneDrive. Второй. Обычная практика и предоставление распечатанных файлов с проделанной работой. И третий. Прохождение практики на основе сервисов информационных технологий нашего университета. Прежде чем приступить к проекту, мы ответили в режиме онлайн-опроса на вопрос нашего руководителя практики. Что мы оставим после себя? Можно было бы оставить после себя некие распечатанные отчеты, множить кучу бумаг, которые каждое лето вывозят предприимчивые сборщики макулатуры. Те самые отчеты, которые максимум прочтут два человека, сам автор и руководитель. Конечно же, мы приняли решение в пользу практики в цифровом виде. Большую часть работы мы выполняли в виртуальном режиме, что позволило значительно сэкономить время и ресурсы. Итак, мы приступили к воплощению проекта в жизнь. Все члены команды переводили видеокурс Learning LinkedIn с английского на русский язык. После мы сделали субтитры и озвучили этот курс. В сервисе Office 365 Microsoft Teams мы обсуждали детали проекта и получали одобрение руководителя практики Флорова Сергея Владимировича на ключевых этапах работы. В итоге мы сумели сдать проект всего лишь за 14 дней. Просмотреть готовый курс можно на канале «Изучаем LinkedIn» в видеосервисе Stream.ntu.dp. Осуществление проекта проходило в несколько этапов. Первый. Создание в Microsoft Teams команды практикопереводчиков и рабочего пространства для проекта. Бесед, совместных файлов, записной книжки команды, заданий, календаря проекта и опросов. Второе. Создание профилей в социальной сети LinkedIn. Третье. Подключение к трехмесячной бесплатной версии сервиса LinkedIn Learning в рамках сотрудничества с Microsoft. Четвертое. Прохождение курса Comptasia Studio 8 Essential Training, цель которого – получить практические навыки работы с техническим видео и сертификат. Далее мы выбрали лидера команды, загрузили исходные файлы в Teams, распределили материалы между членами команды и сформировали календарь проекта. После мы перевели видео и создали субтитры с помощью Comptasia Studio и передали менеджеру проекта материалы для проверки. Когда проект был утвержден, мы опубликовали в Microsoft Stream NTUDP. В Microsoft Teams мы создали команду «Практика переводчиков». Это было наше рабочее пространство для проекта. Беседы, совместные файлы, записные книжки команды, задания, календари проекта и опросы. Чтобы вы могли проверить реальность нашего проекта и его результатов, наш менеджер проекта ввел в команду виртуального студента – «Студа студентов». Под его аккаунтом вы можете проверить наше рабочее пространство и результат проекта. Мы создали собственные профили в LinkedIn, чтобы просмотреть социальную сеть изнутри и получить доступ к ее обучающей платформе. Наш менеджер проекта показал нам, как извлечь дополнительную выгоду от использования продукта в Microsoft. Таким образом, мы получили возможность бесплатно использовать сервис LinkedIn Learning на протяжении трех месяцев. Там мы получили новые знания, которые задействовали при работе над проектом. Обучающий курс Camtasia Studio 8 Essential Training на LinkedIn Learning разбит на блоки, которые включают в себя видео с детальными объяснениями, как произвести ту или иную операцию. В конце каждого блока дается текст и практическое задание по применению приобретенных навыков. На этом курсе мы научились работать с видео и аудиоматериалами, редактировать медиапроекты и работать с субтитрами. В подтверждение овладения наш этими навыками мы получили цифровой сертификат, который прикрепляется к профилю LinkedIn. Полученные знания мы применили в практической части работы над нашим проектом. На подготовительном этапе работы мы выбрали лидера команды, Субботину Ксению, которая помогла распределить обязанности между остальными членами команды. Мы учли сильные стороны всех участников проекта, так что каждый отвечал за выполнение той задачи, которую может сделать наиболее эффективно. Так мы стали сильной командой. На первом этапе работы мы загрузили исходные материалы в Microsoft Teams, сервис облачных технологий, делающий возможным командную работу в режиме онлайн. Затем мы распределили материалы между членами команды, и лидер назначил дедлайны. После того, как каждый выполнил свою часть работы, лидер команды свела все материалы в единое целое, и мы передали проект на утверждение менеджеру проекта. После необходимых правок и окончательного утверждения менеджера проекта мы опубликовали свое детище на Microsoft Stream NTUDP. Как руководитель проекта добавлю, что студентки приобрели 5 из 10 навыков, которые будут востребованы на рынке труда и во многом определяют их дальнейшую карьеру. Это решение комплексных задач, креативность, управленческие способности, умение работать в команде, договороспособность. Я был приятно удивлен, с какой скоростью и как должное они воспользовались предоставленными им сервисами и технологиями. Прохождение практики дистанционно в онлайн-формате доказывает, что девиз «Соответствие времени» — не пустые слова. В ходе практики мы проделали работу, показывающую, как можно использовать инновационные технологии в процессе обучения. Благодаря данному формату прохождения практики наша команда получила опыт и навыки, соответствующие актуальным запросам современного рынка труда. И самый главный вопрос. Где можно посмотреть результат практики? Если вы смотрите эту презентацию в интернете, то просто кликните по гиперссылкам. Если вы смотрите эту презентацию в видеоформате, то остановите ее и просканируйте соответствующие QR-коды на своем мобильном устройстве. Так способны наши студенты оставить свой цифровой след в университете и получить так необходимые им мягкие навыки? Мой достаточно многолетний опыт дает положительный ответ. И еще, пожалуйста, примите участие в коротком опросе, на который вы можете перейти по этому QR-коду. Продолжение следует... Продолжение следует...